Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Уважаемые коллеги, мы находимся в стенах теоретического лицея имени Дмитрия Контемира на методическом ателье. Вы хорошо знаете, что в современном мире растет потребность высосторонне развитых грамотных людей. Профессиональные деловые контакты, межличностные взаимодействия требуют от современного человека универсальной способности к побуждению различных высказываний, как устной, так и письменной речи. И кому, как не нам, развивать эту речь, кому, как не нам, готовить будущего ученика будущей профессии. Я думаю, что именно с этим и связана сегодняшняя тема нашего методика практического ателье. Тема ателье «Формирование предметной компетенции на основе анализа текстов разной стилистической принадлежности на уроках русского языка и литературы». Это ателье подготовили наши уважаемые гости, преподаватели вузов, доктор-конференциар БГУ Татьяна Николаевна Сузанская. Очень рады мы видеть и Федора Михайловича, доктора филологии БГУ. Очень приятно. Ну и, конечно же, рабочая группа в составе председателя методической комиссии учреждения русского языка и литературы, и урок Маргариты Федоровны, и Максимчук Галина Александровна, учитель русского языка этого лицея. Мы рады приветствовать вас в наш лицей. И я очень надеюсь, что сегодняшнее ателье будет благотворным, будет нужным, потому что ради этого и делаются такие мероприятия. Наши коллеги очень постарались, чтобы мероприятие было на высоте, а уже, как получилось, вы сами скажете. Для того, чтобы у нас солнышко засветило, для того, чтобы никакая пасмурная погода не повлияла на наше настроение, я вам предлагаю начать с небольшой улыбки. Я прикоснусь к этому солнышку и передам вам частицу этого света, этой радости и этого раскрепощения. Пусть сегодняшнее ателье пройдет не только как пополнение наших каких-то научных знаний, но и как маленькая релаксация, маленькое настроение на позитивную, радостную работу. Я прикасаюсь, и пусть в вашей жизни будет все хорошо. Передайте комплимент другому. А я вам желаю успехов в вашем пропущении и работе. Спасибо. А я желаю вам, чтобы вы нашли то, что вы давно искали. У вас, где у них, ручки. А я желаю ощутить себя сегодня членом команды. А можно повторяться? Можно. Тогда желаю тоже ощутить себя членом команды. А я желаю творческих успехов и удачи. Спасибо. Я желаю вам удовлетворения от вашей сегодняшней работы. Спасибо. Я желаю успехов в работе, труде и душе. Спасибо. Взаимопонимание с учениками и коллегами. Спасибо. Я желаю вам благополучия и всем самым на вас. Спасибо. Душевного равновесия, удачи и успехов в жизни. Спасибо. А вам повышение числа. А я скажу словами Акуджавы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ателье – это секция, да? Да. Как я понимаю, да? Да. Насколько это заседание секции. Ну что можно пожелать секции, чтобы она селектировала умные знания, обыгрывая паронимы, но и была полезна для вас с точки зрения практического, практического и теоретического. Спасибо. Добрый путь. Спасибо. Тема нашего сегодняшнего ателье – это формирование предметных компетенций на основе анализа текстов разной стилистической принадлежности на уроках русского языка и литературы. Литература с точки зрения Дмитрия Сергеевича Лихачева придает нам обширный и глубочайший опыт жизни. Она, во-первых, сделает человека интеллигентным, во-вторых, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание всех сложностей жизни, в-третьих, служит нам проводником в другие эпохи, в другим народам. В-четвертых, раскрывает перед нами сердца людей, одним словом, делает нас мудрыми. Я не знаю, сколько раз будет меняться куррикулум, я не знаю, как часто будут меняться программы, но я знаю одно, что мы, люди, преподающие литературу, всегда будем внести себе вот это желание научить детей думать, научить детей по-настоящему жить. И что бы в мире ни творилось, наш предмет, на мой взгляд, является самым главным. Мы начинаем проведение небольшого тренинга. Достаньте, пожалуйста, листы, где написано слово «тренинг». Вопросы к тренингу. Вопросы к тренингу. Значит, как мы будем по группам работать, да? Или по желанию? По желанию. По желанию. Хорошо. Значит, первое задание такое. Значит, общая цель тренинга. Мы повторяем сейчас систему компетенций, вообще школьных компетенций, предметных, безпредметных, ключевых. Во всяком случае, первых двух темах, там, где речь идет о грозе и о борцах и детях, то там, конечно же, предметные компетенции, безусловно. А там, где мы говорим о теме счастья, то, скорее всего, будет, ну, в свете наших законодательств, ключевое одно из них – это подготовка к жизни, личности, социальное законодательство. Третья тема, как свободно, она, безусловно, ориентирована на формирование ключевых компетенций, на то, чтобы человек был счастливым, был личностью, здоровым, в общем-то, полноценным человеком в обществе. И две первые темы ориентированы, прежде всего, на формирование предметных компетенций, по крайней мере, их формулировки. Есть какие-то другие мнения? Нет. Это абсолютно правильно. Значит, второе задание – расположите структурные элементы компетенции, любой компетенции, в порядке их дидактической значимости. Понимание, применение, ценностное отношение, знание – это фактически этапы любого урока. Так и у нас будет применение в порядке их дидактической значимости, что на первом языке, на втором языке. Здесь примерно, в принципе, нет, на первом языке, на первом языке, в порядке их дидактической... Если вдруг я вшел, мы не сможем понять, что нужно. Потом применение, и потом цель. Применение, ценностное отношение. Правильно? Да. Любая компетенция, формирование любой компетенции состоит из четырех этапов, или четырех структурных элементов. На первом месте знание, потом следует их понимание, применение, и ценностное отношение – это этап рефлексии, к которому вы все обращаетесь. Любая школьная компетенция, любая, и не только школьная, допустим, и медицинская, и юридическая, любая, ее формирование проходит через эти четыре этапа. Абсолютно правильно. Молодцы. Безошибочно, дитартики, безошибочно. Умницы.